Время все на регби на канале Матч ТВ. Мы в прямом эфире, как всегда. Приветствуем вас с удовольствием. Меня зовут Илья Юдин, Василий Артемьев. Как всегда, рядом со мной. Вась, ну и все наши по традиции. Сегодня у нас в гостях заслуженный арбитр России Георгий Коп, который поможет нам сегодня разобраться с несколькими игровыми эпизодами из игр, про которые мы будем сегодня рассказывать, а также действующий капитан сборной России по регби Виталий Жеватов, который отметился дебютом в роли капитана и дебютной попыткой в первом же матче в роли капитана. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Спасибо, что пришли. Ну что ж, поехали. Обсуждаем матчи сборной России. Были они разные. Сыграли мы с командой Нидерландов в рамках чемпионата Европы, с командой Испании. Начнем с положительных сторон. Это победа над командой Нидерландов. 35-8. Это было круто. Это было очень зрелищно. Виталий, расскажи свои впечатления. Как прошла подготовка и все ли получилось реализовать в игре? Ну, в любом случае, мы ехали туда за победой. Всегда есть какие-то ожидания. Мы хотели бонусную победу. Все хорошо, что у нас это получилось. Ожидали, что соперник будет играть быстро. Была установка всегда навязывать борьбу на бьющих соперника. И вот она, навязанная борьба в твоем исполнении, Витал. Да, собственно, что у меня в одном из эпизодов и получилось. Честно, о чем я подумал тогда, как хорошо, что у них зачетка метров 30. Это тебе и да. Это тебе и помогло. Да, зачетка у них что надо. То самая установка, о которой ты говоришь, чтобы все время оказывать давление, в том числе на бьющих. Они больше бьют как раз от десятого? Или вы на это обращали внимание отдельно? Или же в этом эпизоде ты просто решил бежать до конца? Мы конкретно не обращали, от кого они выходят. А именно было просто оказывать давление как на девятого, так и на десятого. Все время держать их в напряжении, чтобы они как на тренировках не выходили с своей половины боли. Виталий, ну ты как настоящий капитан. Первый матч, первый капитан. Первый капитанский матч для тебя в сборной и сразу попытку заносишь. Это насколько сильно в память врезается? Да честно, как-то я не обратил на это внимания. Как быть капитаном это статусно, Василий, наверное, подтвердит. Но на твою игру это особо не влияет. Единственное, в какие-то моменты тебе надо принимать достаточно важные решения в игре. Хотя я с этим пока не столкнулся. Потому что ты их принимаешь коллегиально. С бьющими, когда надо ударить, когда надо ваут. Ты все равно спрашиваешь предварительно. И на игру это не так сильно влияет. Ну что ж, давайте сразу перейдем к следующему матчу, который сыграла сборная России против сборной Испании. Также на выезде здесь у нас картина была достаточно полярная. Георгий, сразу вопрос к тебе. Потому что ключевой эпизод случился на 10-й минуте. Это было удаление Валерия Морозова. Давайте поговорим о нем. И, наверное, то, что повлияло во многом на исход этой встречи. Ну, добрый день всем. Хочется отметить, конечно, ну, это очень опасный захват в исполнении Валерия. И, в принципе, я, наверное, соглашусь, по моему мнению, это очень опасный захват. У Валерии все захваты опасны. Безусловно, безусловно. Еще умножать на вес Валеры, то это в тройне опасно. Ну, первично был контакт с шеей игрока, скорость была высокая и степень опасности, наверное, выше средней. Поэтому я думаю... А не было ли здесь смягчающих каких-то факторов? Все-таки Валера был вторым захватывающим. Игрок немного после первичного захвата, ну, понизил свою точку, скажем так, в ходе атаки. Ну, плюс десятая минута матча, удалять игрока, убивать, по сути. Ребят, ну, давайте посмотрим с другой стороны. Давайте посмотрим на игрока, который получает такой захват. Вы считаете, что... Это понятно, что это регби, но, тем не менее, я считаю, что скорость игрока была очень высокая. И захват первоначально начался с контакта с шеей, что автоматически высокая скорость, контакт с шеей. Понятно. И опасность, она на самом деле очень высокая. И это хорошо, что закончилось все так, а могло иногда заканчиваться... Спасибо, Георгий, что разъяснил. Выходит Женя Мишечкин вместо Виталия. Тебя... Вынужденная замена. Что это было, Виталий? Расскажи, пожалуйста, про решение тренерского штаба убрать тебя с поля уже на 15-й минуте. Перед тем, как судья пошел просматривать видеоповтор, я, честно, не ожидал, что будет красная карточка. И в комментариях судьи после этого он подозвал капитана и Валерия и начал объяснять нам. Он сказал, что не было смягчающих обстоятельств за счет того, что захватывающий игрок... То есть там, значит, Валера был как второй игрок, вторым захватывающим. И он сказал, что был прямой удар плечо-голова. Поэтому он дал красную. Но я не ожидал, что, конечно, тренер Лин решит убрать меня с поля. Но, тем не менее, я это не могу обсуждать. Потому что игрок ничего не может, к сожалению, с этим поделать. Тебя заменили, вышел решением Линон Джонс Евгений Мишечкин, усилил нашу первую линию. Давайте его прямо сейчас и послушаем. Когда несправедливо удалили Валеру Морозова, с какими мыслями ты выходил на позицию левого столба? Да, честно говоря, вообще изначально увидел это видео, экран очень далеко находился. И увидел видео, как Валера попал рукой в шею. Ну, подумал, что 100% будет желтый и готовился на 10 минут. Ну, начал потихоньку разминаться. И когда увидел красную, уже осознал, что придется доигрывать полностью игру. Ну, мысли никакие, все те же самые. Как бы настрой никуда не пропал. Потому что от разминки прошло только 14 минут. И все было хорошо, я был готов. Ну что ж, стоит, наверное, отметить эту силовую борьбу, которую навязали испанцы нам. Особенно в моллах и схватках. Молл испанцев было очень тяжело остановить. Наверное, тоже один из ключевых факторов их успеха в этой игре. Ну, и когда Валерий Морозов покинул поле досрочно, наверное, вдвойне, втройне тяжелее. Но есть и положительных у нас много поводов. Сегодня, в частности, день рождения у Сергея Янюшкина, одного из лидеров, ветеранов сборной России. Сережа, игрок локомотивов Пензы и сборной России, мы тебя искренне, от всей души поздравляем. Я думаю, что все присоединяются, безусловно. С днем рождения, да, все равно. С днем рождения, Сергей Янюшкин, а мы продолжим говорить о важных эпизодах в матчах сборной России. После короткой паузы все на регби, оставайтесь с нами. Все на регби мы продолжаем. Василий Артемьев, Георгий Коп, Виталий Жеватов, Илья Юдин. В этой студии обсуждаем матч России-Испания. Да, кадровые проблемы, мне кажется, начались еще до матча, когда вынужденно не принял участие в матче Герман Давыдов. Небольшое повреждение он испытал. И, наверное, это был большой удар. Один из самых острых атакующих игроков. Вот эта агрессия, которая, можно сказать, не только его наполняет изнутри в каждом матче, но и всех партнеров тоже вместе с Герой. Ну и давайте, Виталик, поговорим по поводу одного из неудавшихся моментов в игре с испанцами. Это наши коридоры. Мы проиграли практически половину всех коридоров, которые мы вбрасывали. Вот мы видим еще и в ключевых позициях. А испанцы, в свою очередь, выиграли 16 коридоров из 17, которых они бросили. И 4 попытки они успешно создали после своих коридоров. Вот мы видим одна из первых попыток Испании как раз от Мола. Сейчас, помимо Мола, у испанцев хорошо развивались атаки от коридоров. Ведь коридоры, Витал, это одна из лучших атакующих платформ. Как ты считаешь, на твой взгляд? Да, в любом случае, все статические эпизоды, которые присутствуют в игре, они дают владение мячом. То есть тем меньше ты в защите, меньше в защите начинаешь играть, больше в атаке. Вот мы видим как раз то, мы лишили себя 8 владений мячом. 5 из них, напомню, были... 8-16 коридоров проиграли. 5 из них были в 22-метровой зоне соперника. Это сильно сказалось на нашей уверенности в себе и вообще наших атакующих. Которые находятся в атакующей зоне, они все, конечно, критичны, когда мы их проигрываем, потому что мы теряем владение. И морально для нападающих, так и для защитников это очень тяжело. Потому что мы только пришли в зону, вроде только отзащищались, и тут теряем мяч, и мы опять в защите. И поэтому морально это очень тяжело. Мы всегда следуем назад, мы назад. А испанцы нам показали мастер-класс просто как реализовывать свои моменты после коридоров. Из-за тех 16 коридоров, которые они успешно вбросили и выиграли, 4 закончились в конце концов попыткой сборной Испании, попытками сборной Испании. А это более 20 набранных очков. И мне кажется, в этом был один из ключевых факторов успеха. Давайте теперь послушаем, что сказал наш главный тренер Лин Джонс после игры со сборной Испании. Мы только что провели две недели в Европе, обыграли Нидерланды и проиграли Испанию. Это очень огорчает, но это не было неожиданностью. Мы только однажды обыгрывали испанцев за предыдущие 10 лет, в 2016 году. У них есть сильные стороны по сравнению с Португалией и Нидерландами. Ко всему прочему, мы лишились Давыдова, Морозова и Живатова на ранних стадиях игры. В меньшинстве нашим ребятам было очень сложно на поле. Не только с технической стороны, но и с точки зрения уверенности в себе. Ребята работали очень упорно, но мы были недостаточно хороши для победы. Ну что ж, мы не будем зацикливаться и фокусироваться исключительно на негативных моментах. В матче России и Испании были и позитивные лучшие игроки. В частности, очень здорово некоторые рэкбисты наши себя проявили. В частности, Гало и Голо, можно так их назвать. Артемий Гало. Вот этот парень, молодой, 20 лет, родился он во Франции. Играет за сборную России. Два матча провел, да, с Нидерландами дебютировал. Сейчас провел очень хорошую игру против команды Испании. Ну и Кирилл Голосницкий тоже отличный матч провел. Большое приветствие. Вот захват мы видим Артемия. Да, Артемия Гало. Здесь был эпизод, где Артемий вынужденно, конечно же, наверное, завалил этот атакующий мол, который был настолько силен против нашей сборной. Здесь он получил свою желтую карточку. Ну и здесь давай слово Георгию дадим. Да, арбитр говорит. Да, давайте рассмотрим эпизод. Да, чуть позже его рассмотрим. Атакующие действия Гало, на котором... И защитный тоже. По-моему, порядка четырех мячей забрал он у соперника. А это просто атакующие эпизоды, где Гало был в том числе и на краю, где он атаковал, хорошо поддерживал своих партнеров. По-моему, Артемий был один из лучших матчей за сборную. Виталий, ну видно, да, насколько быстро Артемий влился в игру сборной. Да, и на самом деле это неожиданно, потому что он все-таки находится чуть не в своей среде. Он человек, который вырос во Франции. А как у него с русским, кстати? На начальном этапе. Но вы подтягиваете. Все матерные слова, я думаю, он уже знает. Это главное, это главное. Это первые русские слова, которые все легионеры уже выучивают, так скажем. Кирилл Голосницкий, по-моему, тоже еще один игрок. Тоже, кстати, зеленоградец, как и я. Как об этом не сказать. Да, да, как об этом не сказать. Кирилл тоже отлично себя проявил и в защите, и в атаке. Повсюду на поле он присутствовал. Ну вот и Кирилл в собственном стиле. Он всегда говорит, что называется, правду матку прямо. И вот, что он сказал, не люблю оправдываться. Если честно, мы проиграли по делу. С чем связано, объяснить сейчас не могу. Я бы хотел только попросить прощения перед всеми нашими болельщиками, которые переживали за нас у телеэкранов. Наверное, нечего здесь добавить. Все правильно сказал Кирилл. И Георгий, тебе вот слово. Давай разбирать эти самые неоднозначные эпизоды. И вот главные, наверное, да? Да, здесь хорошая атака в исполнении нашей команды, которая могла совершиться удачным действием. Но мы здесь видим, первый номер испанцев ставит под ножку голо. И этот момент, к сожалению, остался незамеченным со стороны арбитра. Арбитр же рядом, как он не увидел? Здесь, на мой взгляд, ситуация в том, что арбитр перебежал уже на другую сторону эпизода. И просто, так скажем, эпизод под ножкой остался со слепой стороны. И он просто физически этого не увидел. Арбитры даже просматривали какой-то эпизод сразу после этого. И, в общем-то, решение осталось неизменным. Ну, здесь трудно сказать, потому что мы, к сожалению, не знаем, какой именно эпизод просматривали. Этот или какой-то другой. Поэтому, ну, к сожалению, то, что есть... Георгий, давай посмотрим тот самый мол, за который Артемий получил. Желтый карточек. Объясни, пожалуйста, нашим зрителям, за что было показано Желтый карточек. Хороший мол в исполнении испанцев, который потихонечку разворачивается. И Артемий Гало входит уже в третьего или четвертого игрока в моле, что является нарушением. А можно только в первого, да? Да, в первого игрока. Это вход в мол сбоку. Тем более, игровой эпизод разворачивается в красной зоне, так называемой, в близости от зачетного поля. И здесь такие нарушения, 99% всегда наказываются Желтыми карточками. Это нормально. Это важный эпизод всем молодым рэгбистам, да, на заметку, что вот так вот делать нельзя. Это черевод. Возможно, Артемий спас нас от попытки здесь, поэтому не знаю. Это правда, да. Учитывая, что они уже там три на тот момент занесли молами, это могло быть еще. Давайте подводить итоги уже этого чемпионата Европы. 2021 год завершается он для нашей команды. Наверное, не так, возможно, как мы хотели. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Мы готовимся уже к следующему сезону. Но, Виталий, четвертое место мы занимаем пока что. Но у Испании еще один матч впереди с Нидерландами. Как для себя, для сборной оценишь этот отрезок? Конечно, четвертое место в чемпионате Европы – это не настолько важно, потому что наша главная цель – это все-таки Кубок Мира. Да, но шансов остается все меньше, но они теоретически еще есть, поэтому рано еще о чем-то говорить. В следующий год мы сыграем еще пять игр против этих же соперников, и нам нужно как можно больше побед, как можно больше турнирных очков. Желательно максимальных. И в результате по итогу десяти проведенных игр, двух чемпионатов Европы вместе, две команды лидера проходят на Кубок Мира 2023 года напрямую, а третья команда пойдет уже по длинному отборочному этапу. Поэтому в тройку нам нужно попадать во что бы то ни стало. Да, впереди у нас еще два контрольных матча у нашей сборной против команды Чили в Сочи. Вот Виталий к нам заехал сразу после Испании, чтобы поговорить в этой студии. Спасибо большое, что пришел. И сейчас счастливой тебе пути отправляешься в Сочи. Удачи в матчах против Чили. Надеемся, там все получится. Георгий Яков, Виталий Жеватов. Говорим большое спасибо. Спасибо, а после продолжим и поговорим уже о перспективах и успехах нашей регбийной молодежки. Все на регби, оставайтесь с нами. И мы снова в этой студии. Все на регби. Василий Артемьев и Илья Юдин по-прежнему здесь. И у нас два прекрасных новых гостя. Вас представили. Алексей Волков, старший тренер сборной России Ю-20. И Максим Шевцов, игрок московского «Динамо», а также сборной, молодежной сборной России Ю-20. Ребят, приветствую вас здесь в студии. Илья Васильевич, приветствую вас в студии. Еще хотел очень... Ребята просили Илья передать. Это с автографами. С автографами от игроков Ю-20. Класс, спасибо большое, ребята. Это регбийка из чемпионата Европы среди молодежных сборных, где выиграли бронзу. И мы с этим достижением вас, ребят, поздравляем. Сейчас как раз будем обсуждать. Спасибо большое. Спасибо. Давайте сразу начнем с обсуждения матча за бронзу против команды Нидерландов. Это был достаточно сильный соперник. Алексей, тебе как тренеру команды все ли получилось реализовать? Что вы планировали против этого соперника? Да, честно, по Голландии такая команда не очень уступчивая. Могу сказать сразу, у них много ребят играет во Франции. Поэтому команда очень крепкая. И надо было с первых минут показать, кто есть кто в этом матче. И я ребят настраивал на этот исход, что он будет непростой. И надо придерживаться его плана, играть хорошо в защите. И все время создавать дискомфорт Голландии, что и произошло. Ну, создавая им дискомфорт в защите, вы еще очень неплохо атаковали. Один из главных атакующих кинжалов нашей команды сидит здесь в студии. Максим Шевцов. Макс, три попытки. Классно. Какие ощущения после такой игры? Макс засмотрелся на эпизоды игры. Ну, приятно вспоминать такое. Ну, ощущения такие, что соперник позволяет. Я делаю так же, как, в принципе, и всегда. Ладно, не скромничай. И команда сыграла хорошо, довольно. О чем ты думал здесь, когда стоял в раке, будучи, и потом резко поднявший... Ты договорился с девятым номером, чтобы он его не трогал? Скажи, как это было. Получилось так, что я, в принципе, редко участвую в раках. И тут я в нем оказался. И по методике Франа, который очень часто делает это в премьер-лиге, я решил попробовать сделать это. Мне было очень тяжело поднять мяч, потому что у меня маленькая рука. И я говорю Сане, который играл в девятом номере, вот, типа, чуть-чуть мне его положи на руку, и получилось его поднять. И я увидел, что в Первом канале никого нет. А Франа, это Франсу Анистерхайзен, хукер московского «Динамо», который, вот, пожалуйста, передает свой опыт молодым дарованиям нашим. Макс, мы все поражены твоей скоростью. Не раз ты показывал какие-то фантастические скоростные результаты. Это такая просто смесь регби и легкой атлетики. Есть цифры, Макс. Да, есть цифры у тебя. За сколько ты сотку бегаешь, например? 50-30. Ну, 100 мы не бегали. Последний раз мы бегали на сборах 30 метров. Я показал результат. Нет, ну, так нереально. Наверное, 3-84 у меня был результат. Ну, неплохо, неплохо. Ему всего лишь 20 лет. Посмотрим, как он сыграет. Кстати, вот, пожалуйста, мы видим попытки Максима, которым он отметился в чемпионате России этого сезона за свой клуб «Динамо», где он уж уходил просто от всех, в том числе самых быстрых игроков нашего чемпионата. Евгений Пивода – это один из самых скоростных игроков. У тебя нет прозвища «Флэш» там, что-то подобное. Все называют по-разному, но конкретно, наверное… Не все прозвища можно озвучивать в эфире «Федерального телеканала». Я говорю о соперниках, которые называют Максима. Хорошо, давайте о сборной продолжим разговор. Леш, мы все, безусловно, рады тому, что у нас это бронзовая медаль. Но судя по тому, как развивались события, как наша команда играла, в частности, против Нидерландов, мы же могли и на большее, наверное, рассчитывать, и должны были. Ну, в первую очередь, я не люблю, когда это слагательное отклонение, могли, не могли, результат есть. Но мы о перспективе говорим. Перспектива, безусловно, да. Но к этим перспективам, чтобы, так, понимали, немножко в курсе, ввиду с этой командой мы работаем цикл трехгодичных в рамках сборной команды России, в резерве, вот с этими ребятами, то есть с 18 лет, первый раз у них был опыт, это мы собрали их перед Калининградом, и вот в 20-м году, ой, к 21-м году, Ю-20, эти ребят как раз прошли вот этот цикл подготовки, который нам позволяет рассчитывать на наши успехи определенно. То есть это хорошая работа резерва, и тренер, отвечая за резерв, это Лоско Сергея Борисовича, который ввел эту систему, и который сейчас пока... Наши соперники, испанцы Португалии, начали эту систему чуть раньше, чем мы. Сейчас мы в роли догоняющих немножко, но мы уже видим какой-то результат, поэтому это большой-большой плюс. Да, это здорово, что у нас подрастает, что у нас есть молодежь, есть резерв. Макс, мы тебе желаем удачи уже во взрослой сборной, ждем тебя там. Спасибо вам большое, ребята. Еще один вопрос такой на последующих. Верите вы, это ко всем вам вопрос, что рэкбисты по уровню зарплат сравняются с футболистами когда-нибудь? Это надо будет очень сильно понижать зарплату футболистов, тогда это точно. Порой это даже будет полезно. Порой, да, ну я думаю, наверное, все-таки. Леш, вы были в Португалии, никого из футболистов известных не встречали там? Тренера, тренера только встретил. Какого? Руи Викторию. Руи Викторию, тренер Спартака. Да, да. Он болел за вас? Он не болел, он в самолете летел, он был рад, что мы заняли третье место, выиграли. Он нас поздравил с этой победой в первенстве Европы. Я ему пожелал больше не проигрывать так сильно, крупно. 7-1, Зениту. Макс, ты чувствуешь свою готовность, вопрос про сборную, чувствуешь свою готовность уже за взрослую сборную зажигать? Я думаю, да, я могу составить конкуренцию по своей позиции другим игрокам. Отлично, еще раз ждем тебя в взрослой сборной. А сейчас мы, собственно, не зря затронули тему тех самых зарплат и разницы в зарплатах регбистов, футболистов, хоккеистов, футболистов и так далее по отношению к футболистам. И прямо сейчас Мария Орзул, кстати, большая фанатка регби, обсудит все эти важнейшие темы со своими гостями в студии ток-шоу «Есть тема». Никуда не уходите, смотрим наш новый проект, а мы с вами прощаемся, через две недели увидимся все на регби. Алексей Волков, Максим Шевцов, Василий Артемов, Илья Юдин. Пока-пока, до встречи. Пока-пока.